Европейский парламент Европейский парламент Европейский парламент Европейский парламент Скажем так, маленькое чувство недовольства. Мне кажется, что суверанисты, те, которые ратуют за более сильные национальные государства в рамках Единого ЕС, не добрали голосов. Это вы о правых сейчас говорите? Ну, правые, но и левые тоже в некоторой степени. Левые я не имею в виду социал-демократы. Там есть другая группа, группа европейской свободы, там, где 5 звезд итальянская, вот такого рода левые популисты. Но, в принципе, они и правые шли довольно-таки энергично, и было ожидание, что они возьмут больше. Они взяли меньше, и тем самым, как мне кажется, у Евросоюза нет сейчас большого стимула меняться. Это, мне кажется, плохо, потому что она немножко, эта организация, эта структура, если ее так можно обозвать, она закостенела немножко. Интересное мнение. Спасибо. Валерий, вы на какие вопросы себе ответили? Люд, если можно, я тебя поправлю немножко. Ты сказала, что в ближайшем будущем не светит. Я бы назвал это не ближайшее будущее, а обозримое будущее. Я как-то одного умного человека спросил, что такое обозримое будущее. Он сказал, это как у Некрасова, говорит, не придется не видеть ни тебе, ни мне. Но я не могу сразу разрушать мечты тех, кто на самом деле мечтает. Я соглашусь с господином Чурей, что центристы, которые контролировали Европарламент, они просели, а вот крайние не добрали, так сказать. Но это как бы, я считаю, что законсервировал на какой-то период ситуацию в Европарламенте. Но давайте не будем, так сказать, значение этих выборов преувеличивать по той простой причине, что Европарламент действительно, те решения, которые он принимает, они носят рекомендательный характер. Но тем не менее, они делают важные, у них важная функция, они выберут сейчас главу Европарламента, они выберут сейчас главу Еврокомиссии. И для нас очень важно, они выберут Еврокомиссаров нашего по расширению, на котором мы молимся. И, конечно, комиссара по внешней политике. Вот здесь есть интрига, кто будет, потому что у нас есть несколько кандидатов, главными считается Вебер, потом голландец Тиммерманс. Но есть еще, говорят сейчас, в связи с этим новым раскладом, повысились шансы у датчанки, да, вот, встать у либерала. Вот, ну, что сказать? Да, мы будем говорить, спасибо. На этом этапе, я думаю, достаточно этих вопросов. Сейчас Игорь подхватит ваш ответ. Не знал, что вы так особо понимаете как? Ну, роль парламента принижают. Все-таки у него есть полномочия и принять процессы принятия решений. Да, вот я это имела в виду. Они служат неким таким камертоном, но не, но, но вы решение все-таки по внешней, по другим проблемам принимает Совет Евросовета. Ну, вот, вы имеете в виду Еврокомиссия? Нет, нет, не Еврокомиссия, а вот главы государств, Советы главы государств. Хорошо, есть такое мнение. Я, наверное, более здесь оптимистично смотрю на результаты. Вот, Игорь, не знаю, со мной согласится или нет. Ну, смотрите, явки такой не было. Уже отличия. Уже много-много. По крайней мере, говорят, плюс 8% по сравнению с прошлыми выборами. Потом, если мы посмотрим, да, на то, что впервые за 40 лет, да, вот эти две ведущие партии не смогут самостоятельно создать коалицию. Тоже есть какие-то отличия. Да. Да, это тоже говорит. Да, или зеленый, или либерал. То есть, на мой взгляд, есть какие-то вещи, которые эти выборы отличают. Почему я бы пристальнее на них обратила внимание? Ну, и, конечно, из-за роли правых мы еще поговорим. Вам слово, Игорь. Ну, вы правы, когда обращаете внимание на явку, она в самом деле, специалисты обращают внимание, что она практически на 10%, почти на 10% выше, чем на прошлые выборы. И чем это объясняется? Я прочитал некоторые комментарии. А вот это как раз, эта явка и объясняет то, что три группы, на которых никто не особо надеется, это зеленые, это популисты и это правые, и они набрали намного больше голосов, чем ожидали, те, которые следят за выбором. Так вот, они набрали именно за счет этих дополнительных участников выбора, потому что кто является этими участниками? Конечно, нельзя утверждать 100%, что именно они являются за счет них. Но тенденция, которая наблюдалась в последние годы в Европе, вырастало число евроскептиков. Даже политики внутри Евросоюза, например, госпожа Люпен и ее партия во Франции. Да, это у нее сумасшедший сейчас результат. Да, во Франции они... Говорят, что господин Макрон очень много потерял на фоне этого результата. Да, и она воспользовалась, кстати, этой ситуацией, сразу после выбора сказал, господин Макрон и ваше движение, республика вперед, пора вам подавать в отставку и устроить выборы. Кстати, аналогичная ситуация произошла и в Румынии. Йоханнес, президент Румынии, так и сказал, ПСД, посмотрите результат выборов. Да, а ему госпожа премьер-министр сказала, а нет. Ну да, и госпожа премьер-министр, наверное, сегодня вечером... Но это и Виталий было под вопросом будущего альянса правящего, потому что там одна партия взяла больше с Альвинии, а пять звезд меньше. Но сразу же сказали, мы разрушать альянс не будем. То есть выборы в Европарламент не являются достаточным предлогом для того, чтобы менять... Это для всех, кроме Греции. Партия Курца победила в Австрии, сегодня он ушел в отставку. Но он ушел в отставку под Рудин. Да, из-за этого стандарта. Если мы уже говорим о другой точке зрения, то здесь давайте Грецию, Ципроса вспомним, потому что как раз вот здесь уже он заявил, что будут досрочные парламентские выборы, вот как раз отвечая на ваши, Игорь, пожелания, да? Да, это так. Но все равно, даже несмотря на то, что возросло влияние, если можно так сказать, и присутствие в Европарламенте зеленых популистов и правых, все равно большинство специалистов склоняются во мнении, что Народная Европейская партия, она сохранит доминирующие позиции. Скорее всего, господин Вебер, ее представитель, займет ключевой пост. Это пост председателя Еврокомиссии. Вы полагаете? Ну, я прочитал те высказывания, которые делаются авторитетными людьми по этому поводу. Это большая вероятность. Конечно, нельзя сказать, что так и будет. Но это означает, можно сделать кое-какие выводы и по отношению к Молдове, нового Европарламента, потому что Народная Европейская партия до сих пор была самой сильной. Она держала практически в своих руках всю власть в Брусселе и в Страсбурге. Она диктовала, по большому счету, и отношения структур Европейского Союза, этих трех основных структур, к странам, с которыми они сотрудничали. И, конечно, у них есть определенный опыт, иногда горький, иногда хорошей работы и с молдавскими властями. И, конечно, если они сохранят за собой ключевые посты в структурах Евросоюза, то, скорее всего, часть этого опыта перенесут ей в отношении с молдавскими властями. Останется демократическая партия у власти или будет другая власть. Это неизвестно. Да, я помню эти переговоры. Мемории институционалы на государственном языке есть такой термин. Они перенесут вот это с мемории институционалы. Валерий, неприлично вам так долго смеяться над этой шуткой, потому что, вот господин Чурри меня поправит, если я не права. Наши ведь политики, когда они вступали в это сообщество Европейской Народной Партии, я не видела таких счастливых людей. То есть они всегда считали это за честь, если их принимали в это сообщество. Тогда в аэропорт приехали представители всех важных европейских партий, не только... Да, но если Народная Европейская Партия играла главенствующую роль, то я понимаю, что она там тоже, например, играла главенствующую роль. Надеюсь, но я надеюсь. Надо дополнить, что потом в Тишнев пришел другой яркий представитель Народной Европейской Партии, господин Хольстген, который посланник специальный, что ли, можно сказать и так, госпожи Меркель на том этапе. Так что у нас был тогда целый парад бывших чинов в Тишневе. В Украине, например, просланница американцев играет очень важную роль в Огру, Крис Уолкер, по-моему. Да, даже вице-президент США, где в США мало кто знает, чем он занимается, какие у него есть полномочия, и во всем мире, да, он тоже сидит на Украине во главе стола, все остальные так. Ну хорошо, вот давайте исходить, вот я мяч как бы подала вам в плане того, что вот впервые вынуждены будут эти две партии ведущие формировать свою коалицию то ли с либералами, то ли с зелеными. Это говорит о том, что все-таки, наверное, как-то избиратель сделал свои выводы и как-то понизил их рейтинг, да, вот в своем каком-то, я не знаю, восприятии. Как вы думаете, почему? Вот даже есть одна такая цитата, я тоже сегодня читала европейских аналитиков, мы видим, что крупным партиям пощипали перья, и им нужна широкая коалиция, чтобы обеспечить большинство. Вот так, за что пощипали? Это широкая коалиция, им нужно объединиться сейчас с либералами, с альянсом либералов и демократов европейским, и это новый элемент, то есть если до сих пор они вдвоем, с ДЭКи, но альянс социалистов. А почему, а зеленых куда вы? А зеленые здесь не нужны, потому что в случае, если либералы согласятся в этом АЛДе, альянс либералов и демократов, самая главная партия немецкая, это свободные демократы, которые, кстати, не являются членами правящими альянсов Германии, и вот если они согласятся, то в принципе там достаточно с лихвой, хватит для обеспечения большинства, и зеленые не нужны. Но дело в том, что и зеленые, и либералы, они тоже часть главенствующего эстеблишмента в Европе, то есть вот они ратуют за статус-кво, за ту Европу, которую мы сейчас видим, который нас иногда наказывает, и вот за ту Европу, которая ратует за ценности, европейские, общеевропейские, они национальные. И вот поэтому можно сюда приплюсовать и зеленых, которые набрали больше. Они взяли больше, эти взяли меньше, но суть от этого не меняется. Я не вижу никакого кризиса и надобности пощипать перья. Щипать перья нужно консерваторам, например, в Англии. Там у них полно, они на штом месте, по-моему, консервативная партия Тереза Мэй. То есть вот там, да, кризис, там полный провал. Ожидаемо было, да, партия, которая пропагандировала Брекзит, лидер, 33%, по-моему, да? Не будем преувеличивать результаты во Франции. Макрон набрал меньше, но это совершенно не является каким-то катастрофальным поражением. Кстати, Лепоэм, несмотря на то, что обошла Макрон, она взяла меньше мандата на 2-3, чем на прошлых европарламентских выборов. То есть нельзя говорить о каком-то оглушительном успехе правых. В выборах европарламент во Франции. То есть ситуация, к сожалению, моему некоторому, небольшому, но некоторому сожалению, не сильно изменилась, и правящий эстеблиш в Европе сохраняет свои главенствующие позиции и будут править дальше. Вот правильно задали вопрос, это, наверное, сейчас один из главных, договорятся они с либералами. А ведь тут такой момент в переговорном процессе при создании правящих структур в Евросоюзе. И позиция еврокомиссара, главного председателя Еврокомиссии, дается обычно правящей партии, это европейская главная партия, европейская народная партия и их кандидат Вебер. А вторую позицию по важности, это позиция председателя по иностранным делам, отдавалась социал-демократам, социалистам. То есть это было Маггерини. А вот теперь появляется третий, и третий говорит, а мы хотим тоже что-то. А я вам скажу, что Веберс уже высказался, что он хотел бы больше с зелеными, как бы, коалицию, а не с либералами. Но это, возможно, тоже, вы знаете, у нас тоже сейчас многие заявляют, хотим с теми, с теми, а это все... Я здесь не могу не сказать про Майя Санду, которая, как прокомментировала, она выразила уверенность сегодня, что создадут устойчивую коалицию. Понимаете? И при этом она заявила так, что Молдова продолжит, внимание, оставаться надежным партнером Европарламента, цитата, и мы вместе будем работать над тем, чтобы привести нашу страну в большую европейскую семью. Не погорячилось насчет надежного партнера Европарламента? Как думаете? Вот ключевое слово там другое, ключевая ошибка, я бы сказал, останется. Молдова останется надежным партнером. Она имела в виду себя, ее партию. Ну да, если бы она говорила от имени партии, одно дело, но если говоришь от имени Молдовы, то тут маленькой противоречи выступает лидеры Блока, о ком же заявляли неоднократно о плохих отношениях нынешней власти с Евросоюзом, и они были правы, и вдруг появляется слово «останется надежным партнером». Это подразумевает? Да, именно таким партнером. Который будет кричать вот эту надежную партнеру. Это, скорее всего, ошибка в выражении. У меня такое впечатление, что вы не читали, что Анастаса сказал, он еще круче сказал. Он вообще сказал, спасибо, люди добрые, вместе мы снова победили. Мы победили в Европе, мы победили в Румынии, но, возможно, самая важная победа – это победа дома. Где он победил? Вот в Европе, в Румынии, я, честно говоря, не знаю. Может быть, знаете вы. Нет, вы ее знаете, потому что они поддерживали национально-либеральную партию. И поэтому они проецируют на себя их победу. Конечно, я не знаю, кстати, результаты по Молдове, но, по-моему, они первые национально-либеральную партию. С очень большим отрывом? Нет, не с очень большим, но, тем не менее… По-моему, у социал-демократов в Молдове только 3000 или там 1000. Ну, социал-демократов… Там на втором месте партия Трояна Бестецкая. Да, на третьем месте. То есть, в принципе, логика есть. Их партии-члены или наблюдатели в Европейской народной партии, они, значит, победили, взяли первое место. В Румынии национально-либеральная партия тоже ее поддерживали, помогали. И здесь тоже самое. То есть, если ты где-то хочешь победить, достаточно просто это поддерживать, и потом ты смело вот так выходишь и говоришь, я победил. Господин Демидетский, вы как-то так недоверительно смотрите. Вы не верите, что это возможно? Ничто, нет, нет. Все нормально. Каждый политик после любой ситуации корчитит, что он победил. И как говорили в одном кинофильме, кинокомедии, многие верят. Многие верят в это. Хорошо. Про позиции правых. Вот вы так сказали, я не знаю. А многие говорят, что все-таки мы можем говорить об усилении позиции правых. Что-то было все-таки вещь ожидаемая. Возможно, не на том уровне, на котором, может быть, могло бы быть. Но тем не менее, вот я хочу, чтобы мы сейчас для телезрителей очертили позиции правых и особенно позиции евроскептиков. Насколько они в этом новом Европарламенте будут сильны и какие из этого возможны какие-то выводы? Они будут очень сильны, намного сильнее, чем предполагалось. Я позволю себе напомнить, что самое большое опасение, которое формулировалось по отношению к выборам в Европарламент, а не перевесят ли евроскептики сторонников Евросоюза в нынешнем формате. Этого не произошло, хотя вес евроскептиков очень высок. Я напомню, что из 700 с чем-то евродепутатов, которые были избраны, только 400 с чем-то являются сторонниками Евросоюза в нынешнем формате. Остальные в той или иной форме можно их считать евроскептиками. Представляете, каково будет работать в этом новом Европарламенте с такой большой долей евроскептиков? Конечно, это будет сказываться и на эффективность Европарламента, и на его работоспособность, и не только на работу Европарламента, а на всех структур, в том числе и исполняющую структуру. Еврокомиссия, Советы Евросоюза и так далее и тому подобное. Присутствие евроскептиков в пропорции 300 с чем-то депутатов, это очень большая проблема для Европарламента. И она проявится и не один раз, и мы будем наблюдать за этими процессами. И этим воспользуются те, кто хочет влиять на политику Европейского Союза. Не только с Востока, но и с Запада. То есть вы согласны с... Да, я согласен, да, потому что я еще добавил бы к тому, что он сказал, то, что перед Евросоюзом стоит масса задач, и нерешенность этих задач, она и повлияла на вот этот выбор. Понимаете, миграционный кризис, большая разница, если у Евросоюза не появилась, и как бы внятный такой внешний политик, который бы всеми поддерживался, это тоже подвергалось критике. Я уже не говорю про разговор о том, что у Евросоюза должна быть своя армия, штаб и так далее. Ну, это обсуждаться сейчас. Нет, но, понимаете, вот эти проблемы пока не решены, понимаете, вот это тоже влияет на то, что Евросоюз считает такой организацией, будут на нее влиять, как с Востока, так и с Запада. И там есть еще один такой интересный момент. В Европейском Союзе, оказывается, вот эти проблемы, о которых я говорил, там можно еще и массу других проблем, превалирует над тем, что вот говорят, знаете, вот я читал в двух странах, по-моему, только вот украинцев, по-моему, и я видел еще у нас в некоторых СМИ, говорила, что про поражение друзей Путина в Европе, понимаете, но вдруг выясняется, что оказывается, друзья Путина, это не главная проблема в Европе, понимаете, что если, допустим, Ангела Меркель поддерживает Северный поток, это не потому, что она друг Путина, да, или Курц там имеет отношения, там тоже какие-то нормальные с Россией, это интерес Европы прежде всего, понимаете, это тоже как и с интересами Соединенных Штатов Америки, во многом что-то не сходится, люди миром движут интересы, понимаете, а не дружба политиков между собой, хотя она тоже имеет большое значение. Спасибо, господин Чуря, расскажите вы нам, что думаете по поводу, вот у Игоря такое мнение, я его поддержал, что евроскептики это не есть для спокойствия, да, для Европарламента. Согласен, но количество евроскептиков возросло, это без сомнения, кстати, там есть умеренные евроскептики, такие как консерваторы, есть более радикальные, такие как Лига Сальвини или Прексит Фараджа, то есть они разной масти, они в принципе, не забудем и Фидес Орбана, который набрал больше 50%. Там очень такой результат, на самом деле шеломительный получается. Да, и то есть масса влиятельных партий, Марин Ле Пен во Франции, которые продвигают вот эту идею евроскептицизма, но нужно объяснить, что евроскептицизм, это не означает обязательно Брексит или выход этих стран. Это означает просто усиление роли маленьких государств, средних государств, отношения к франко-германскому тандему, который рассматривается как такой пытающий навязать монополию политическую. Как паровоз, да. Как паровоз. И тут, конечно, страны помельче, они пытаются вот эту монополию ослабить. И вот эти страны, вот это один из главных идей евроскептицизма, который выражается в борьбе против миграции, например, потому что именно Германия в первую очередь как бы навязала вот эту модель по принятию мигрантов в Европе. И другие страны, как Италия, например, очень сильно сопротивляются. Им не нравится быть в первой линии и страдать из-за этого. И вот все эти споры, они сейчас как-то проявились политически. И с моей точки зрения, все-таки победу пока что одержал establishment. То есть правые усилились, но недостаточно для того, чтобы их голос был, будет услышан. Без вот этих политических козней. Если они спокойно распределят полномочия, этот establishment, раздаст должности и все пройдет как по маслу, тогда правые все равно останутся в оппозиции. Они будут довольно крикливой оппозицией, но не более того, в Европе в дальнейшем будут править те, которые правят и сейчас. Ну вот с вами согласен один из аналитиков, который сказал, что в Евросоюзе все будет относительно по-прежнему. Такая формулировка. Это не революция. То, что произошло, несмотря на то, что коалиция правящая будет несколько изменена. Хорошо, а можно ли говорить о снижении градуса тогда противостояния с Россией? Господин Демидетский. Это не будет зависеть. Я не думаю, что это настолько зависит от состава Российской. Вообще, знаете, все противоречия, как внутри ЕС, которые мы видим, как внутри нашей страны, как внутри Евросоюза. Сколько раз Лукашенко ругался с Путиным, если мы зарубаем и так далее. Или, допустим, ЕС спорит, ругается. Это свидетельство о том, что это живой организм. Это все нормально. Господин Демидетский, ну позвольте все-таки с вами поспорить, потому что результат противостояния России и Евросоюза – это есть санкции. Насколько я понимаю, о группе больших санкций между Россией и Казахстаном, вы помните, Господин Демидетский? Нет, но все-таки санкции привязаны к украинской проблеме. Привязаны к Украине. Давайте скажем так. Ну все равно, это есть ответ. Даже прежнему истеблишменту Евросоюза, прежнему истеблишменту Евросоюза, они сознавали с кулант-разговор, что украинская проблема вот здесь надоела. Лучше всего, я выразил сейчас человек, который прошел к власти на Украине, к олигарху Игорь Коломойский, который стоит за новым президентом Зеленским. Он сказал, долги по МВФ не будем отдавать. Вы нами попользовались, да? Вы нами попользовались, да? То есть дело не вообще не в Украине, а дело в ваших отношениях с Россией. Вы нами попользовались, и как нормальный честный клиент, прошедший в известное заведение, должны рассчитаться. Понимаете? Вот и все. Он сказал сейчас еще одну интересную вещь. Если Зеленский будет себя вести как Порошенко на посту президента, то тогда он так же, как и Порошенко... Абсолютно. Ну, он не ведет себя как Порошенко. Вчера он танцевал, например, да? Все видели на Лиге смеха, так что он поторопился. Молодец, ничего страшного. Про антироссийский характер. Танцевать президентом никто не запрещает. Вот всегда, вот почему всегда мы выходим на Украину? Нет, 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 ну нормально, я говорю, что танцевать, уж лучше пусть я танцую, чем дает приказы обстреливать кого-то и убила. Да, конечно, пусть танцуют, тоже против, господин Чуряк. Нет, ну пока что нельзя ничего сказать про... Но раз мы пришли к выводу, что больших изменений не будет, я думаю, пока не будет и изменений по российской линии. Кстати, она не однозначно антироссийская. Потому что вы сами сказали про Nord Stream, про разные взаимные интересы. Здесь, если говорить о санкциях, которые Евросоюз применяет по отношению к России, они привязаны к Минскому договору, к тому, что... К Минским соглашениям. К Минскому соглашению, да. И, кстати, были иногда такие выражения, что сама Украина, ну вернее, это Климкин говорил, он уже не является министром иностранных дел Украины, но он заявлял, возможно, это было предвыборное заявление, что нужно выходить из Минских договоров. И тут появляются разные варианты реакции действий со стороны России. Если Украина отхажется от Минских соглашений, тогда ситуация меняется. Поэтому, да, я согласен, что Евросоюз... Я только хочу понять, понизится ли градус антироссийских настроений? Очень многое зависит от Украины. Вот в этом вопросе. И я читал сегодня украинскую прессу, они были очень довольны тем, что проукраинская партия одержала победу в Европарламенте. То есть они надеются, что они будут их поддерживать впредь. То есть это означает, что сложно будет менять этот статус-кво. Возможно, будут определенные попытки, но пока это сложно изменить. И, кстати, вот новый президент Латвии, который одержал победу на выборах, он, в принципе... А Латвия очень сильно антироссийская, иногда имеет антироссийское настроение. Так вот он сказал, что мы готовы, в принципе, пересмотреть позицию с Россией и в сторону сближения. Но опять очень многое будет зависеть от Украины. А вы говорите, а вы удивляетесь, почему я все время свожу к Украине? Да, ну... Там у вас проблемы. Игорь, давайте я вам усложню задачу. Вот они говорили по отношению к России, а я еще попрошу по отношению к Соединенным Штатам что-то изменить. Вот если можно. Два в одном. А потом они подхватят. Во-первых, то, что касается России. Я думаю, что больших изменений не будет. Они не могут произойти. Такие большие изменения, потому что могут появиться некоторые движения внутри самого Евросоюза, новых депутатов Европарламента могут призвать и к определенной ответственности за резкие изменения курса. И они это понимают. С другой стороны, Евросоюз сейчас намного слабее, чем раньше. И события последних месяцев, в том числе и выборов Европарламента, это доказали. Евросоюз сталкивается с очень большими проблемами. Например, буквально позавчера была информация, что практически часть своего суверонитета, я не хочу утрировать, но так говорят люди, которые с мыслями в этом вопросе, теряют Португалию, дольги, которые скупает Китай. Начал скупать. Китай даже издает специальные бонны, которые называются панда. Вот они уже на прошлой неделе поступили эти бонны в обращение. Хайвей. Да. Италия сталкивается с очень большими проблемами после кризиса мигрантов. Господин Уорбан чуть ли не открыто объявляет войну Евросоюзу. Другие страны, например, как Греция, тоже свои требования как бы выдвигает. У господина Макрона во время этих протестов против него и его власти, как они называются, жёлтые жилеты, которые то смолкают, то опять поднимаются, хватает своих проблем. Господину Макрону так и не удалось стать новой локомотивой для Евросоюза. Хотя он это, да, он об этом мечтал и говорил об этом. После того, как позиции госпожи Меркель после последних выборов в Германии начали ослабевать, он намеревался, он нацелился на это. На эту же роль нацелился и господин Курт Себастьян. Но видите ли, подвёл его партнёр по управлению страной после скандальной этой видеозаписи, где он что-то… Бывально снайперский. Да, да. Да, точечки. Вот я только… Я не говорю уже о том, что практически самые крупные экономики еврозоны, они уже вступают в рецессию, например, как итальянская. То есть у Евросоюза, я перечислил, только что пришло на ум сразу. Мы запущем миграционный кризис. Да, вот всё это создаёт внутреннее напряжение в Евросоюзе. И что происходит в таких случаях? Когда какой-то блок, какая-то коалиция стран, какая-то международная организация, она сильна, она позволяет себе и «роскошь» иметь сильных противников на международном уровне. Когда она слабеет, она концентрирует своё внимание на внешние проблемы и пытается снять напряжение в отношениях с крупными геополитическими игроками, чтобы те не воспользовались слабенькой, которую даёт сейчас Евросоюз, и не стал бы катализатором для некоторых процессов. Конечно, Корнелю прав, когда говорит, что нельзя говорить о распаде, что сцептицизм означает обязательно, что Евросоюз разводит. Нет. Но вырасти напряжение внутри Евросоюза ещё может. И это может спровоцировать определённые последствия. Я думаю, что в новом Европарламенте, в новом исполнительных структурах Евросоюза, которые будут избраны, не то что думаю, я уверен, там мыслящие люди. И они понимают, что, имея эти проблемы внутри, они не могут себе позволить вести тот же жёсткий курс по отношению к другим геополитическим игрокам. Это и объяснит некоторые, я не знаю, что ли, снятие напряжения и в отношении с Россией, и некоторую согласованность, более углублённую во внешней политике и в других проблемах США. Вот так вот. Нет, понимаете, дело в том, что есть очень такой простой способ отвлечь внимание от внутренних проблем, найти себе внешнего врага. Но это, надо помнить, что это недолго играет. Это играя вот на Украине, это сыграло пять лет, и в результат виден, понимаете. И кто же не хочет повторить этот опыт, опять не к Украине, да? Но это как найти лакмусовую машку, хочется сказать. Так, хочу по поводу Штатов послушать вас, потому что вот мы же знаем, что последние несколько лет, особенно когда к власти пришёл господин Трамп, святое дело, все заговорили о противоречиях между Соединёнными Штатами и Европейским Союзом. И даже говорят, что многие свои решения европейские лидеры предпринимали под давлением, да, очень таким жёстким Соединённых Штатов. К ним относится, кстати, например, тот же Северный поток-2. Штаты были заинтересованы, да, в том, чтобы свой газ экспортировать. И тут вот такое вот. Сейчас что-то поменяется в отношениях США-Евросоюз? Ну, во-первых, я сделал поправку, выборы были в Литве, а не в Латвии. Президентские ошибся. В Латвии там и женщины. Нет, вместо Гриба Ускайте выиграл мужчина. Вот в этом вся проблема. Я так считаю. Если бы была женщина, всё бы лучше. Но он бы пошёл в тройкурс с женщиной, он бы играл женщину. Ингрид Шимонити. Как-то не по-джентльменски. Ну, продолжайте, пожалуйста. Что бы делать? Кстати, уверенно выиграл. Чему мы очень рады. Но вот в отношениях с США, конечно, нужно сказать, что Евросоюз находится в очень сложном положении. Она окружена не то что врагами, но странами. И в первую очередь США, которые думают иначе, у которых другие тренды, которые склоняются больше к национализму, к защите вот таких эгоистических интересов. Америка прежде всего. Евросоюз это всегда было всё-таки странной державой, империя добра, добронамеренной, скажем так, беневолент импайр, благожелательной. Добровольно. Да, то есть туда входишь в эту империю, но ты входишь по собственному желанию. И добровольно отдаёшь свой суверенитет. А вот выход дороже, да? Например, в Британии мы поняли, да? Мы видим, как вход, рубль, выход. Да, больше. И вот сейчас, конечно, Евросоюз, если будет поддерживать эту же тенденцию такого поведения, то с американцами у них будет возникать трение всё дальше и дальше. И поэтому, мне кажется, что... А с другой стороны, Евросоюз ещё не готов на пересмотр своей политики. Они ещё и нерационно двигаются, вот в этом мы всё слышим, ценности, принципы ценности. Мы даже знаем, кто взял на вооружение. И это важнее, чем прагматизм. Вот странная империя. Они могли поучиться у нас и у наших соседей, чем закончили у нас, в принципе, ценности. Они знают это, они в какой-то мере презирают это. Они считают, что они перепрыгнули через этот этап, который привёл к воинам, скажем. Они не просто так... Нет, безусловно, Корнел. Здесь, конечно, я хочу сказать маленький момент, поправочку такую, что, конечно, безусловно, все мы, особенно те, кто живёт рядом с ЕС, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз это была сильной организацией, прогнозируемой. И чтобы здесь не было... Потому что это очень плохо повлияет на нас, прежде всего. Тут мало чего радоваться победили. Это как в футболе, знаете, Спартак или Динамо победил. Любая победа или поражение для нас может дорого стоить. Потому что мы рядом. Поэтому мы бы хотели, чтобы это было прогнозируемое сообщество, которое бы оказывало положительное влияние и утрясло свои проблемы и с россиянами, из-за которых мы тоже несколько страдаем, и с американцами, и со всеми. Но, как говорится, это благие намерения. Мы ещё про Китай даже не говорим. Но это благие намерения, да. А по влиянию, кстати, его роль, да, Господин Чурян? Про Китай пока что нам говорить ещё рано, всё-таки. Мы говорим про тех, которые находятся с нами. Рядом. Как-то это замахнулись. Мне понравилось на Уильяма нашего Шекспира. Мне понравилось пока. Пока я это запомнила. Надо показаться. Они тоже приближаются. Надо показаться. Пока станут соседями. Да, ждём. Ну, были же у нас инициативы. Пусть каждый китаец купит по бутылке вина, и всё, молодой будет хорошо. Забыли? А лучше купить прищепку. Знаете, белевую такое? Нет, про прищепку не слышала. Очень просто. Знаете, когда ставишь прищепку сзади, говорит, сразу моментально сходишь за... За своего. Вот анекдот от Демидетского программы идёт в правильном ключе. Хорошо? Да. Что в этих выборах важного для Молдовы? Ведь наши политики, они успели поддержать тех или иных кандидатов. У нас есть партия власти, которая тоже, мы знаем, у неё свои приоритеты. Ну, мы уже частично говорили по поводу Майсанду и Андрея Анастасии. Что для Молдовы здесь? Ну, во-первых, мне не совсем понятно, кого поддерживала партия власти, как вы её называете. У неё сейчас непонятный статус. Кстати, они и с эздеками, и социалистами. Но не было очевидно, кого они поддерживают. Но понятно, что выборы в Европарламент, они очень важны для Молдовы, и нельзя их сбрасывать со счетов. Ведь у нас большая проблема с ЕС. Они нас больше не любят. Они нам больше не дают обещанных, обещанных, кстати, подписанных документами, помощи, там, сколько было? 100 миллионов. 100 миллионов. Как было оговорено. То есть... А, Госпанчури, а может, они и не нас не любят? Может, они власть нашу пока не любят? А это то же самое. А может быть, они надеются, что у нас будет другая власть, которая они будут пытать пылки и чувства? Может, так сказать? Извините, если можно. Это очень важная поправка. В международных отношениях не существует граждане, которых любят. В международных отношениях всегда разговаривает государство. И если тебя не любят, это не вас не любят. Или не Плохотнюка не любят, это не любят Молдову. Вот так, вот так? Абсолютно. Мне казалось, европейцы как раз разделяют власть и граждане. В международных отношениях всегда взаимодействует государство, и очень редко остальные структуры. Их пытаются поднять, но в принципе... Вы знаете, Людмила, что здесь самое страшное? Мы всегда хотели, чтобы нас кто-то любил. Или Европсоюз. Как начали от женщинам. Ну почему же? Мужчины тоже любят, когда это любят. Как-то сексизма много сегодня в программе. Я переживаю. Но самое страшное в том, что мы сами себя не любим. Мы меньше всего думаем сами о своих интересах. Понимаете? И вот то, что произошло в Европарламенте, конечно, это повод для серьезного разговора о том, что надо делать дальше в Молдове. Может, хватит бегать по этим самым, по городам и весям, и доказывать, кто нас больше любит. А полюбить себя. А что вы имеете в виду, что мы должны задуматься после этих выборов? Я бы уточнила. Я бы не согласился, как-то намек на то, что нам не нужна их морковка. Нет, нет, боже упаси. Вот я поэтому уточняю. Боже упаси. Неинтересно. Боже упаси. Вы знаете, ну только ненормальный, можно сказать, знаете, не надо сотрудничать с теми, с теми, с теми. Мы маленькая страна, мы обречены на сотрудничество со всеми. Нам нужно это. Но мы должны при этом думать о своих интересах. Они забивают людям голову глупостями о том, что нам кто-то поможет. Знаете, мы уже... Вот сейчас я даже несколько видел роликов, подготовленных, по-моему, свободной Европой, Deutsche Welle, к выборам в Европарламент. Сюда проехал корреспондент. И вот она разговаривала с нашими людьми на местах, там, в деревне и так далее. Они говорили, знаете, вот мне было несколько стыдно за своих соотечественников. Вы знаете, вот раньше там Россия нам сюда поставила, там, какие-то заводы, фабрики, трактора, то это, это. Но вот если этого не будет, да, то мы уже, конечно, будем строить Евросоюз. Ну, мы ведем себя, знаете, несколько... Мы нормальная страна, мы не инвалиды, мы можем выращивать, что-то делать и предлагать не просто стоять с протянутой рукой, а предлагать какие-то свои возможности, понимаете? И тем, и другим, и третьим, да? Вот, но не вести себя, знаете, вот если эти нам дадут, то мы убежим к этим. Мы можем поехать в Виталию и спрашивать простых людей, что они думают о Евросоюзе. Я вам скажу, вы сделаете прекрасно, очень интересный фильм. Нет, нет, нет. То есть всегда... У них они... Это манипуляция, это спосошная... Да, правильно, манипуляция, нам вбили в голову эту неправильность, что если мы, допустим, плюнем в одну сторону или в другую, или в Евросоюз, или в Россию, то нам за это что-то будет хорошее. Нам будет хорошее только за то, что... Что у нас происходит на выборах? Вы за кого? Вы за ЕС, за Россию, или за сам? А никто не говорит, а я за то, чтобы в стране был порядок, наконец. Я все понимаю, господин Демидетский, только не понимаю, чем состав нового парламента вот так будет отличаться, что вы считаете, что вот они должны еще раз посмотреть, вот нужно ли нам это. То есть что вы, что вы таковы... Или вы офиологически... У нас сложные отношения с Европейским Союзом. Это хорошо, что у нас сложные отношения с Европейским Союзом. У нас непростые... У нас что, хорошие отношения с Россией? Тоже непростые отношения. Хуже, я знаю так. Уже сложных отношений могут быть только ложные. Ложные отношения, да. Мне кажется, что это... Так что нужно бояться хороших отношений, которые у нас были, получается. Тут надо взиматься и над ложными отношениями, потому что, знаете, я всегда поражался своим некоторым коллегам, это было очень популярно, лет 10 назад, когда я приходил на телевидение, и они рассуждали примерно так. Ну что вот нам предлагают на Востоке? А вот эти предложили 2 миллиарда помощи. Потом сперли миллиард, как-то они уже перестали об этом говорить. Знаете, как это стало скучно. И когда хочется спросить, слушайте, а где вот эти миллиарды, о которых вы говорили, понимаете? Не об этом надо говорить. Надо говорить о том, что мы можем предложить миру, понимаете? Мы? Это хороший вопрос, что мы можем предложить миру. Игорь, что важного для Молдовы? Я не знаю, вы как вот не прочувствовали поддержку со стороны демократов, господин Чуря? А вы прочувствовали, демократы кого-то поддерживали, какую-то партию? Ой, трудно сказать, потому что демократы вроде бы из партии господина Драгни, кстати, которые сегодня осудили и под вечер уже даже забрали, они имели... Да, да, арестовали. Они имеют соглашение о сотрудничестве. Но в то же время хорошие отношения у них всегда были и с господином Понтом, бывшим премьером Румынии, который выходит из этой самой СДП. И господин Понта пошел на эти выборы с другой партией. Кстати, по спискам этой партии наш бывший премьер господин Лянко. Я отдельно спрошу. Успешно, да. Я спрошу про отдельно. Я просто напомню. Да, он не попал. Он пришел четвертым, а этого оказалось недостаточно. Ну, знаете, если позволите опередить, я думаю, что господин Лянко имеет реальный шанс, ну, не сейчас прямо, Да, но если господин Тудоси откажется... Да, господин Тудоси, насколько я понял, намеки его коллег по партии и прессы за Пруцкой, там господин Тудоси намерен вовлечься очень серьезно во внутреннюю политику Румынии. Короче, он будет ждать, чтобы кто-то... Скорее всего, господин Лянко будет евро-депутатом, но не сейчас. Но все-таки не склоняются пока эксперты к тому, что два места вот этих должно освободиться. И вот говорят, что тяжеловато будет, господин Лянко. Да, до места, я думаю, сразу же освобождается, потому что Понта не пойдет, и тут вопрос... Потому что госпожа Крецу явно останется в структуре Евросоюза. А это повод для большой радости для молдавского народа? Правда? А можно даже гордиться. А вот, кстати, да. Гордость и есть, потому что Лянко, я так понял, будет первым евро-депутатом извне, который приходит в Европравлении извне Евросоюза. То есть в каком-то смысле это историческая личность. Да, ну конечно. Был просто премьер-министром, станет просто евро-депутатом. Учитывая эти обещания, которые были в Европе. Я по-злому пошутила, но вы сейчас повторили его тезис, он тоже на пресс-конференции призвал за себя голосовать. Здесь вот есть вот... Давайте ложку дегтя добавим. Не добавляйте. Просто... Все-таки наш соотечественник. Первый раз на луне. Но понимаете, а почему же тогда наши соотечественники так слабо голосовали, что вот совсем его практически не поддержали? Игорь вот знает ответ на этот вопрос. Во-первых, есть определенная тенденция в рядах граждан Румынии, проживающих в республике Молдова. И она проявляется практически во всех выборах. Румыны, проживающие здесь, граждане Румынии, они обычно голосуют за ту политическую силу, во главе которой стоит президент Румынии. Был бы СССР, он был самой влиятельной личностью Молдова. Пришел Юханнес, все, его партия заняла первое место. Ну, видимо, наши сограждане, которые являются гражданами Румынии, они не совсем, я не хочу их обижать, но не совсем входят во все эти детали, что это за политическая жизнь. Так это господин Лянко не объяснил, наверное, тогда получается. Для них есть президент, есть премьер, который они обычно видят по телевизору, они делают заявления и про Молдову, и про Румынию, то, что им интересно, и они на них ориентируются. И вовсе не удивительно, что на втором месте партия, которой бывший президент Румынии, Басецку, хорошо знакомая личность для наших граждан, которые являются гражданами Румынии, и на третьем месте партия, где госпожа Дончилы, нынешний премьер Румынии, если я не ошибаюсь, первые два места точно. То есть наши ориентируются на тех политиков Румынии, которые для них где-то ассоциируются с государственностью Румынии. А господин Лянко, да, конечно, бывший премьер Понта, возглавлял список про Румынию. Я думаю, что здесь сказалось и недоверие к Понте, и недоверие к господину Лянко. Его рейтинг уже не тот, который был раньше на президентских выборах. Он еле-еле набрал 3%. Плюс в его адрес прозвучали некоторые обвинения. Есть определенное недоверие к нему. Конечно, мне бы хотелось, как говорит Корнелий, чтобы это было историческое событие, первый раз. Он наш соотечественник. Наверняка он хороший дипломат. Наверняка он бы сделал хорошее лобби для Молдовы. Нам бы хотелось, несмотря на то, симпатизируем мы или не симпатизируем. ну, наш человек, поэтому... Да, но мы пытаемся сейчас объяснить, что это у него за такой плохой результат, бывший премьер Молдовы. Я так объясняю. Вы хотели что-то сказать или я попрошу вас прокомментировать? Проблема есть. Многие наши политики, я тоже с уважением отношусь к господину Гулянко, который, как бы, действительно, я соглашусь, что был неплохой депутат, но здесь в адресе его звучат очень такие как бы обвинения, некоторые очень такие влиятельные политики, говорят, что вот, не дай бог, еще так случится, что мы своего первого депутата Верплан возьму и посадим. Понимаете? А у нас в Молдове начинаешь посадить человека, как мы считаем, один премьер сидит, другие готовятся. Понимаете, поэтому тут будет не очень красиво, понимаете, тут, если верить Воронину, конечно. Ну, конечно, Воронину всегда нужно верить, поэтому мы даже не станем подвергать сомнению. Давайте так, я попрошу вас явку прокомментировать в Молдовскую. 38 тысяч, я видела такие данные, не знаю, поправьте меня, примерно, где-то так. Это хорошо или плохо? И давайте посмотрим на это сквозь призму того, может быть, у нас не так много румынских граждан. Нет, вот здесь вот, вот здесь вот, да, вот мне интересно. Вот в этом аспекте я хотел добавить тому, что сказал Игорь, очень важно. Вы знаете, очень многое зависит от результатов выборов на, вот как бы, румынских выборов в нашей территории, когда выбирают президенты Румынии, и парламентские выборы у них, и Европарламента, того, кто работает здесь с молдавскими, с гражданами, имеющими румынские паспорта, и что им говорят, и что, какая где-то агитация. Выборы все готовятся, знаете, вот есть люди ответственные, они агитируют, конечно говорят. Ну да, что говорят? Вот там могут прийти и сказать, что вот социал-демократы, это, вы знаете, у нас сегодня очень сильно ругает, так сказать, у нас сегодня знаменательная борьба с коррупцией, да, и вот они говорят, что вот социал-демократы, это коррупционеры, посмотрите там, это тоже сыграло свою роль, да, при агитации здесь. Наверное, социал-демократы из Румынии здесь не доработали, нужно было представить своих представителей и объяснить, потому что, нет, потому что, вот если отловить здесь, вот возле избирательного участка всех этих избирателей, да, которые пришли голосовать, искать, в какой партии состоит Яханис, они поплывут, понимаете, вот, или в какой партии, или какая партия, правящая, это высшая математика. Мы как люди, наверное, все-таки, которые не имеют румынский паспорт, а простые люди, да. Нам и особенно, особенно те, которые имеют всего лишь один паспорт, молдавский, им как-то не интересно, чтобы в Молдове голосовали очень сильно, скажем, используя румынский паспорт. То есть тот факт, что явка маленькая, в принципе, с моей точки зрения, она маленькая, вот давайте так, вот она маленькая, потому что моя Санду поздравила с теми, огромная, поэтому я вас спрашиваю. Мне еще, в этом, несколько сотен тысяч имеет паспорта, насколько я знаю, цифру никто не знает. А может это быть показателем для того, сколько реально все-таки у нас граждан, Молдову хоть каким-то? Ну нет, но из того, что я чувствую, что происходит вокруг, количество паспортов намного выше, чем проголосовало, но вы знаете, люди в Молдове, которые имеют румынский паспорт, они мало что понимают в румынской политике. они за ней даже не следят, они больше следят за российской политикой очень часто, и что говорит господин Путин, нежели... А румынская политика, она довольно-таки сложная, там много всяких там происшествий, коррупция, это все, и там нужно знать детали, кто, где-когда своровал, за что судят, да, кстати, кто знает, за что сегодня посадили Драгню, потому что, там вроде, у нас за это бы никогда, наверное, бы не посадили. Очень просто, я не знаю, за коррупцией, все, кто-то... все знают, что коррупция, коррупционеры, и поэтому, они не идут на выборы, потому что им не интересны выборы, я слежу за... А, кстати, румынская политика, кроме того, что она сложна, она еще и очень скучная, как-то, в отличие от наших, где намного больше артистизма или украинской политики, поэтому, как бы, интереса мало, и люди не особенно идут голосовать, а когда они голосуют, они проецируют молдавскую политику на украинскую, те, которые голосуют на румынских выборов или на европейских, те, которые голосуют против социал-демократов, они тем самым выражают недоверие нашей власти, нашей власти, и еще там потенциал, вот проголосовали большое количество за УССР, за союз спасите Румынии, это некий прообраз наших блока КУМ, то есть, идет какая-то поиск, ассоциативный поиск партий, которые схожи с нашими, но это не означает, что они не следят за румынской политикой. Поняла, ваши комментарии. Во время избирательной кампании в Румынии для выборов в Европарламент впервые чувствовался очень сильный натиск на Молдаван, на граждан Молдовы, которые имеют и румынское гражданство, даже на общеизвестных певцов, которые имеют и румынское гражданство, были даже обращения известных журналистов из Румынии, ребята, вас, они называли там какие-то цифры, вас столько, это и столько, это ваша обязанность. Хотя она не прописана в Конституции, в законе как обязанность приходите и голосуйте. Ну так говорят, паспорта дали, теперь идите голосуйте. Это был первый раз, когда сильный натиск и со стороны тех, кто формирует общественное мнение за прутом. Я думаю, что после выборов, когда они уже перестанут обсуждать визит Папы, арест Драгния, результаты партии в Европарламенте, которые сейчас наиболее горячие такие сюжеты, темы для обсуждения, они вернутся и к теме, как голосовали молдаване и сколько из них имеет румынский паспорт. Я думаю, потому что неспроста эта тема появилась во время избирательной кампании и неспроста на эту тему говорили известные в Румынии личности. Но здесь есть и другой момент, который я не думаю, что он учитывается теми за прутом, которые делают такие заявления, о которых мы говорили, многие молдаване, надо признавать, они берут румынское гражданство не потому, что они патриоты румынского государства. То есть не идейно, а просто из корыстных побуждений. Чисто прагматично. И почему они не голосовали? Да их легче можно было найти рядом с румынами, которые голосовали в Великобритании, в Ирландии или в США, чем в Кишиневе или в Неспорен, где там они еще голосовали, или в Бельц. Многие наши граждане, используя румынские паспорта, они находятся вместе с румынами за рубежом. И многие из них там и голосуют, но просто они не учитываются как молдаване. Это интересно, но я бы хотела уточнить. Вы сказали, что вернуться к теме, как голосовали в Молдове. А вот вернуться и что скажут? Это будет что? Это будет большое недовольство. Это будет... Это больше всего, что вернуться к этой теме, боятся сотрудники румынского посольства. Ну это традиционно. Украина это показала. Как во всех посольствах главное пережить выбор. Я же говорю, Украина показала, как на этой Молдове спотыкаются послы. Я им искренне сочиню. Но давайте все-таки мы ответим на этот вопрос. Да, ответим. Потому что оказывается влияние, назовем его молдавский электоральный фактор на политический процесс в Румынии, он возрастает. На последних парламентских выборах есть немало высказываний, что господин Басевский, его партия прошла на лимит в парламент именно благодаря той поддержке, которую она имела со стороны Молдаван с румынским гражданством. Это равнозначно как и влияние молдавской диаспоры на политические избирательные процессы в Молдове. Помните, благодаря нашей диаспоре, ну это нельзя утверждать стопроцентно, но есть такая версия, что благодаря нашей диаспоре в 2009 году тот самый голос, золотой голос. Вот тот же самый аналогичный процесс, который мы наблюдали по отношению к нашей диаспоре, ее влияние на политический и электоральный процесс в Молдове, сейчас румынный его рассматривает молдавский политический прессинг, который может оказать через эту призму. И если окажется, что наши граждане, которые имеют и гражданство Румынии, протащили партию Басевскую в парламент, если окажется, что они играют особую роль, то, конечно, многие обратят на это внимание. И начнутся и другие разговоры. Конечно, нельзя через закон заставлять молдаване, имеющие румынское гражданство, идти и голосовать. Но все равно они задумываются, они скажут, все-таки мы как-то к ним вот так вот отнеслись, а вот они вот... Какой-то моральный прессинг наверняка будет. Все-таки будет. Я думаю, что да. Если можно, коротко, я позволю вам высказаться, если вы хотите, если нет, то будем завершать. Господин Демидетский. Нет, нет, нет. Не будем завершать. Будем завершать. Не хотите анализировать. Я поняла, политика Румынии очень сложная. Поэтому, да, я благодарю вас за то, что вы пришли, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что в ближайшее время мы будем наблюдать, как формируется коалиция в Европарламенте, и мне кажется, что это должно стать неким, я не знаю, ориентиром для тех партий, которые называют себя проевропейскими. Ведь если так поступают европейцы, мы не знаем пока, да, но мы догадываемся как. Значит, так должны поступать и они. Очень простая логика, остается подождать, воспримет. Всего лишь две недели. Можно пошутить. Меньше уже, господин Демидзинский. Я думаю, что реальнее говорить о коалиции в Европарламенте, чем о коалиции в Молдавском парламенте. Вот так вот взял, Игорь, и сразу внес ясность. Вот может, господин Чуря так не думает. А я тоже, я так не думаю, но я промолчу. А знаете, почему не думаю? Потому что я считаю, что в принципе вот в политике, как и в театре, больше всего выиграет тот, кто умеет долго держать паузу. А потом в последний день. А если еще лучше, знаете, как? Знаете, когда уже прям заседание, знаете, в последний час у нас обычно. Великие актеры именно начинали с этого обучения. Вы научились держать паузу. А я-то думала, кто наши политики? Они оказываются прежде всего великие актеры. Станиславского ученика. Да, это просто... Универовича Данчина. Спасибо вам за то, что вы пришли. Надеемся, что телезритель ответил на какие-то вопросы, которые у него были по поводу выборов в Европарламент. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова